Аграрии Казалардинской области отныне перестанут обновлять парк сельхозтехники. С введением утильсбора на рисоуборочную технику, которую, кстати, в стране не производят, комбайны, жалуются фермеры, подорожали сразу на 10-12 миллионов тенге. Крупные агрокомпании немецкой, американской, итальянской сельхозтехники предпочтут менее дорогие белорусские и российские аналоги. А фермеры среднего класса начнут влезать в долговую кабалу и зависимость от инвесторов, банков и лизинговых компаний. Казалардинские рисоводы введение утильсбора считают поспешным решением. Свежепригнанный трактор первым делом на тест-трайв и только потом на рисовые поля. Процедура дежурная, рассказывает главный агроном Оскар Алякпар. Последние 10 лет автопарк хозяйства постепенно стал обновляться. В основном немецкой, американской и итальянской сельхозтехникой. Планировали закупить дополнительно в рисоуборочные комбайны с введением утильсбора на сельхозтехнику планы приходится корректировать. Сомневаюсь, что и в следующем году будет возможность приобрести новую технику, потому что с введением утильсбора обновлять автопарк станет накладно, так как к действующей цене каждого комбайна или трактора прибавится как минимум 12-13 миллионов тенге, что, естественно, сокрушительно ударит по бюджету аграриев. Лимит на зарубежную сельхозтехнику исчерпан и у состоятельных агрокомпаний. Акцент на более доступной по цене аналоге «Made in Belarus». Качество значительно хромает, но при введенном утильсборе выбор ограничен, говорят аграрии. Финальный аккорд на стоимости сельхозтехники – танцующий курс на доллары и евро. К примеру, в прошлом году зарубежный комбайн стоил 140 миллионов тенге, в этом – 165. О каком локализации в настоящее время можно говорить в Казахстане? Я не вижу, что производят рисовые уборочные комбайны в Казахстане. На 25 миллионов в настоящее время комбайны стали дороже. Зарубежный трактор мы уже не можем позволить, потому что в прошлом году купили за 60 миллионов, сейчас они стоят 75 миллионов. Ажиотаж есть, мелкие хозяйства будут влезать в крупные долги инвесторам, и также в банкам, и вот такие лизинговые компании. Или же максимально делать все возможное, чтобы продлить жизнь своей старой техники. Раздробить на куски комбайн и утилизировать остатки, как того требует нововведение, хозяйство вряд ли решаться. Проще, практичнее и выгоднее сдать тряхлую технику на металлолом и выручить какие-то деньги. На утили уйдут, как правило, химические и опасные комплектующие, как аккумуляторы, резина, шины. Тема утили сбора на сельхозтехнику для Казахстана пока не актуальна, констатирует агрария. Тем более, вводить ее во время пандемии – поспешный шаг. Прежде стоило создать пункты приема старых комбайнов, тракторов, косилок. Шарипа Мухтар, Кайрат Тимурбайло, телеканал «Атамикен Бизнес».